МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас творческий научный тандем брата-сестра. Вы учитесь вместе в одной группе. Не в одной группе. В соседних группах. И вместе работаете над своими изобретениями. Я так понимаю, вы нам их принесли продемонстрировать. Артем, расскажите, что это такое и как это работает? Это наш проект, который мы называем перчатка-джойстик. Универсальный прибор для взаимодействия человека с любым электронным устройством. То есть это ваш компьютер, телевизор, умный дом, домашний робот, все что угодно. Устройство надевается на руку и может распознавать некоторые простые жесты. И при помощи этих жестов мы можем управлять каким-нибудь электронным устройством. То есть я правильно понимаю? Я надеваю эту перчатку, выхожу из дома, и вот своими всеми устройствами, которые дома, могу как-то управлять. Это как-то через интернет или как это работает? Ну, я не думаю, что на улице вам нужно управлять всеми устройствами дома. На улице мы можем управлять, например, какими-то беспилотниками или роботизированными конструкциями. А уже в доме, соответственно, можем управлять бытовыми приборами. Ну, это из разряда «Ой, я утюг не выключил». Ну, да, наверное, так. То есть быту это очень пригодится. Да. Александра, у вас какая-то сложная модель, мне кажется, более сложная, чем у Артема или нет? Нет, напротив. Это перчатка Марк 2, то есть более старая версия. А у Артема на руке перчатка Марк 4. Последняя. Да, она легче, проще в исполнении и удобнее держится на руке. Это большая конструкция, мы ушли от нее, ну, чтобы упростить, так сказать, работу устройства. В общем, второй прототип, что там еще сказать. Как получилось, так получилось. Вы долго это разрабатывали? Кому вообще пришла идея из вас? Ну, мы работаем над этим проектом уже два года. То есть, начиная, наверное, с конца школы и вот до сих пор. Идея, наверное, пришла мне. Да. Вот. И потом сестра просто помогала и помогает в реализации. Как вы это разрабатывали? Вот с чего начали? Что-то на бумаге, там, кто вам помогал? Какую-то поддержку вы получали, может быть, в школе или уже в университете, или родители? Ну, я вообще-то с детства занимаюсь всякими такими штуками. То есть, паяю, конструирую. И в один из дней просто решил сделать для себя игровую приставку. Своеобразную. Началось, конечно, все с нескольких эскизов на бумаге. А потом была собрана первая. Первый прототип был из детского конструктора с приклеенными к нему электронными компонентами. Он работал, нам как бы понравилось, и мы решили продолжить эту работу дальше. Поддержку, естественно, оказывали родители, в основном финансовую. А дальше, как пришли в университет, у нас появился научный руководитель, который нам техническими советами помог усовершенствовать наш прибор. То есть дело пошло уже быстрее. Сейчас вы усовершенствуете дальше этот прибор или работаете над каким-то другим уже проектом? Ну, мы работаем как бы параллельно над двумя основными проектами. Во-первых, эта перчатка получила грант в прошлом году на форуме Йолга. Вот поэтому мы продолжаем активно разрабатывать эту перчатку. И также работаем над прототипом нового слухового аппарата. То есть принципиально нового слухового аппарата, который бы пришел на замену к охлярным имплантам. Ну или, по крайней мере, в некоторых случаях мог бы их заменить. Вы еще что-то хотите такое изобрести, чтобы помогать людям? Ну, в частности, даже, например, из медицины. Если к слуховым аппаратам возвращаться. Ну, конечно бы хотелось для начала закончить то, что сейчас мы разрабатываем, и посмотреть, как это будет работать. Ну, а в будущем пока не задумывались. Саша, а у вас как? Или вы прям вот вместе всегда действуете? Или у вас какие-то свои мечты есть? Нет, я... Ну, по отношению к перчатке и джойстику, вообще я дизайнер и специалист, так скажем, по видосикам. То есть она делает качественный контент для продвижения нашего продукта. Да, это важно в наше время. Вот. У нас был однажды конкурс, нам нужно было сделать видеоролик. Мы его сняли и выиграли 3D-принтер, благодаря которому появился Марк 4. Вот. То есть важно не только изобрести, еще и показать правильно это все, да? Вы в каких-то еще программах участвуете? Какую-то, может быть, поддержку со стороны областных властей и городских там получаете? Ну, вот еще по поводу финансирования участвовали в программе «Умник». Это, я так понял, федеральная программа. Там нам тоже дали грант, сколько там было, 500 тысяч, по-моему, да, на два года. Вот сейчас мы его активно реализуем. Вообще, за какими технологиями будущее у Самары, как вы считаете? Ну, вы сами из Самары? Да. То есть, ну, вы знаете, какие тут производства, какие тут сейчас самые такие востребованные. Вот как вы считаете? Будущее-то у нас зачем? Будущее. Ну, естественно, наверное, как многие скажут, за аддитивными технологиями. Это всякие 3D-принтеры, 3D-сканеры и все такое. Потому что это полезная вещь. Я сам пользуюсь, поэтому знаю, что говорю. То есть, это помогает как при создании вот таких вот продуктов. То есть, подходит как для стартапов, так и для заводов. То есть, для стартапов это быстрое прототипирование, быстрое изготовление мелкими сериями продукции. А для заводов это, опять-таки, прототипирование. Ну, и более серьезные 3D-принтеры позволяют уже изготавливать непосредственно детали, которые можно устанавливать в устройства, которые можно продавать людям. То есть, это детали машин, детали бытовых приборов и так далее. Даша, а вы как думаете? Что бы вам хотелось? Я, наверное, поддержу точку зрения брата. Потому что по отношению к 3D-принтерам, действительно, даже на своем проекте мы очень сильно продвинулись. И не знаю, что бы нам так помогло. Ребята, расскажите, как вы съездили на Иволгу, вот этот большой форум инновационный, который недавно прошел в Самаре? Ну, на Иволгу мы ездим уже второй год, ну, точнее, я ездил второй год, Саша поехала первый раз в этом году. Вот, как я уже говорил, в прошлом году Перчатка получила грант, и с тех пор год мы усердно работаем. И вот с Mark II дошли до Mark IV, продукт, который уже почти готов к выходу на рынок и к продажам. Вот, в этом году мы ездили в основном для того, чтобы собирать фидбэк, обратную связь от наших потенциальных пользователей. Ну, и, в принципе, результаты нас удовлетворяют, радуют, что людям интересно, люди хотят пользоваться, и нам есть, правда, над чем поработать. И будем поработать дальше. То есть в следующем году еще поедете? Поедем, но, может быть, с другим проектом, там, посмотрим, как. Ну, а вообще вас впечатлило, вот, там, обилие проектов и вообще качество? Ну, разумеется. Мы сами участвовали на выставке инноваций и смотрели на другие экспонаты на выставке инноваций. Это, я так понял, со всего Приволжского федерального округа были собраны. И действительно есть на что посмотреть, интересные проекты, самое главное, полезные, нужные. Ребят, ну, я желаю вам удачи в ваших изобретениях и инновационных достижениях. А наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во ВКонтакте, испытательный стенд «Самара ГИС». Если ты юный и у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел, как наши гости, или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе в нашей студии. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!